всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами максим вячеслав рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях михаил супер мощный аналитик который поможет разобрать нам все графики и все на свете миха привет слова здравствуй привет красава микрофон выключен нормально слава если что кто слушает я озвучу слова махнул головой кивнул и показал вам в потому что может быть нас кто-то как подкаст слушать так вот сегодня аналитика сегодня будем смотреть что происходит с биткоином миха ты сможешь показать экран да нам надо бы посмотреть трейдинг вьюбы глянуть трейдинг вьюбы глянуть мы идем хорошо тоненько главный трейдинг вьюбы нам глянуть просто в блюдце посмотрю кофейная гуще что на рынках на рынках пока такой мини краткозрочный позитивчик позитивчик связанная с тем что такое на чем-то говорят что у нас плохой звук почему плохой звук на телефоне проверял офигенский звук хороший звук что выгонит отлично избежать просто у людей в некоторых кушке на макушке почистите наушники будет сухо откачали мы от пока там основной поддержки да и поэтому но было такое ожидаемо с небольшим ложным пробоем сейчас на графике это посмотрим цена пока отскочила но скажем так раньше времени радоваться не будем потому что впереди тоже важный сильный уровень 42000 который bitcoin как раз таки вот не смог преодолеть сейчас вот и поэтому остается еще риск того что может какой-то негативный негативных это события на рынке если опять появится очередное она может ситуацию быстро изменить вот поэтому пока текущему взлет особо не радуемся просто следим за ситуацией пока bitcoin не вышел из за пределы ключевых уровней вот заявление федрезерва представители федрезерва пока продолжаются о том что мы будем ужесточать мы будем более быстрыми темпами повышать и так далее так далее то есть рынок это уже опять-таки все учел поэтому сейчас спокойно восстанавливается восстанавливается индексы восстанавливается крипто и как бы проблему я думаю сейчас никаких возникнет должно до тех пор пока не состоится именно майское заседание на майском заседании будут какие-то подробности до этого времени я думаю что bitcoin потихонечку будет восстанавливаться рамках свой вот этого краткосрочного восходящего тренда ну и собственно весь криптеры так по графику увеличу так вот на как раз сразу покажу да то есть уровень 42000 чем я сказал это достаточно важный уровень сопротивления который не дал как раз таки сейчас биткоина вырасти этот вот паттерн да и вот там никто называть за зайчьи уши когда была попытка выйти выше данного уровня да потом просто это все распродали и на достаточно серьезных больших объемов цена ушла опять вниз то есть первого раза выше данного уровня тени получилось сейчас как бы есть предпосылки к тому что движение продолжится вверх то есть через небольшой может быть быковичок может быть небольшой разгон цена пройдет 42000 и потом пойдет как раз на тест сопротивление именно вот динамической динамического сопротивления вот этого краткосрочного восходящего канала была вот попытка как раз таки этот канал пробить и уйти вниз но был ложный пробой да и потом на больших объемах также покупатели цену вверх отбили то есть пока у нас ценовые минимумы постоянно растут что собственно говоря хорошо да то есть есть понимание того что у продавцов недостаточно силенок для того чтобы устроить нам еще не какой-то дикий обвал вот а покупатели с удовольствием любую просадку откупают то есть об этом много данных и различных аналитических сервисов гос ноут сентимент да и так далее они говорят то что текущая скажем так ситуация на крипто рынке интересно тем что в момент обвала люди больше не паникуют да то есть не начинает устраивать какие-то распродажи то есть момент вот таких вот снижений а наоборот ждут каких-то важных ключевых уровней и оттуда начинают выкупать вот то есть как бы но усреднять свои позиции до с перспективой на дальнейший рост вот поэтому ждем пробой уровня 42000 ключевое сейчас сопротивление которое как раз таки вернет bitcoin это в середину этого тренда да и потом пойдет динамика на тестирование сопротивление где-то в районе 50000 ну и далее 52 что касается времени когда наконец-таки выйдем из этого даун тренда да вот ноября 10 ноября 21 года от этого снижения это произойдет тогда когда мы преодолеем успешно закрепимся выше уровня 52000 да там будет конечно еще уровень 60 и прочее да но важный переломный момент это как раз таки уровень 52 тысячи потому что именно от него до от этого уровня произошло основное ключевое падение в декабре 21 год ну то есть это важный уровень и ликвидности и сопротивление фильм по эфиру здесь принципе динамика схожие 100 лишь разницы что эфир у нас не добрался до скажем так этой динамической тоже зоны зоны поддержки тоже восходящего канала такого как к срочного и он остановился в районе трех тысяч долларов была здесь ложная попытка пробоя да и потом опять-таки на больших объемах цену от купили и эфир пошел на восстановление то здесь хорошо то что если биткоин у нас в рамках своего восходящего канала опустился ниже середины тренда да то есть он сейчас больше торгуется вблизи именно поддержки то эфириум как раз таки остановился в середине тренда то есть есть вероятность что эфир опять будет демонстрировать более такую активную динамику до чем биткоин момент следующего роста вот но и следующая цель соответственно это как раз пересечение динамического сопротивления этого канала да и уровня ценового уровня 3 600 то есть его будет тестировать возможно придется не просто до через какой-то опять очередной отскок в район 3 400 но с 2 3 попытки я думаю что этот уровень возьмут и цена пойдет далее уже на у тест уровне 4000 припу я свои каракули все на каран сюда мы не остались поэтому здесь снова начертим чтобы были если помните да у нас всегда стабильным припу диапазон был от 70 до 95 центов в принципе репу как бы в нем до 90 центов да получается репост как бы продолжать оставаться в данном диапазоне и сейчас судя по скажем так распродажам да то есть после подскока от 70 и судя по распродажам которых нет например по битку и по эфиру репо будет стремиться опять тестировать уровень 70 центов но то есть если на рынке начнется некое потепление только в этом случае можем ждать что репу упадет на тест уровне 90 вот ну и потом если все будет опять-таки окей на рынке если уровень 90 будет пробить репу будет продолжать продаваться в диапазоне 90 и доллар 20 где он находился все второе полугодие двадцать первого года то есть у него две ключевых зоны до которых много раз уже разговаривали это 70 90 и 90 доллар 20 вот пока пока он нацелен на ретест 70 центов измене радужно дачи по битку и по эфиру ребят не забывайте те кто будут смотреть в записи ставить лайки писать комментарии а сейчас те ребята которые у нас в чате в телеграме вы пишите монет который надо разобрать мы их тоже посмотрим dot в очередной раз протестировал уровень 18 долларов до отскочил от него и сейчас в принципе тоже готов потихонечку восстанавливаться в района диапазона 2426 тоже неоднократно мы диапазон обсуждали это те кто скажем смотрит первый раз да мою аналитику частности то есть это некий такой промежуточный промежуточный уровень до который пробив который только в этом случае дот сможет пойти на какие-то новые максимумы то есть на пробой 30 и потом уже там на 30 с половиной выше то есть тоже достаточно проблематичный диапазон который наверное скорее соответствует общему такому рыночному настроению что крипто рынок пока не готов расти динамично то есть как только рынок ну скажем так на полную катушку решит восстанавливаться да то есть 2426 долларов до пройдет вообще просто не заметь потому что более сильный уровень более ликвидный уровень находится как раз таки в районе именно 30 долларов 24 26 повторюсь это некий промежуточный вот и сейчас в принципе задача дота это данный уровень протестировать вот поэтому после отбоя от 18 долларов я полагаю что цена пойдет как раз таки а тест данной зоны вот мы можем теперь смотреть что-то еще салана матик удобно телеграме пишет комментарии ребята еще удобнее чем это переезжаем в телегу так под салоне салана пока продолжает двигаться строго по основным таким ключевым своим уровнем да то есть после падения от 140 пробили 110 и сейчас вот после нового разгона до после завершения коррекции опять был тест уровня 110 и тест был неудачный то есть есть вероятность что сейчас цена опять пустится в район 100 возможно 95 долларов да где то вот в этом диапазоне 100-95 и через новый разгон попытается протестировать уровень 110 вот то есть но учитывая скажем так текущее состояние проекта салана я не думаю что будет какой-то возможно там взрывной рост то есть возможно если он и вернется выше 110 то долгое время будет торговаться в диапазоне 110 140 так что ну на новые какие-то бешеные иксы я бы не рассчитывал однозначно вот и уровень 110 в принципе тоже скажем так проявил себя да то есть пробить его основной попытки будет тоже не просто соответственно расти потом дальше станет еще тяжелее в текущих условиях поэтому 110 140 это в лучшем случае следующий диапазон саланы на возможно ближайшие три четыре месяца если не все полгода огненно давайте посмотрим луну мать смотрим на мать смотрим потом луна у нас еще не напросят луну 174 человека смотрит чем больше будет людей если наберем 200 это будет значит два розыгрыша нашей аудитории давайте отправим эту друзьям так мать ок по-прежнему заперть это уровне доллар 30 долларов 50 никак он отсюда не может выбраться и плюс ко всему вот все все тестирует этот глобальный восходящий канал да то есть обратите внимание есть зона поддержки да ну то есть по ценовой минимуму мы и раз таки вот про нее сейчас матик пытается как-то найти свой следующий свой новый путь да скажем так то есть но средняя цена это где-то доллар 40 вот от доллар 40 происходят основные какие-то попытки вырасти пробить доллар 50 уйти выше то есть но опять-таки учитывая если сейчас рынок рынок будет чувствовать себя более комфортно да то есть появится какие-то позитивные настроения то цена естественно пойдет легко на преодоление доллар 50 и какое-то время будет торговаться в диапазоне 210 или до 50 то есть это пока основной диапазон для матика если рынок начнет немножечко теплеть вот ну а пока если состоится все-таки пробой динамической зоны поддержки линии поддержки до восходящего канала глобального то есть вероятность обвал в район доллар 20 то есть главное чтобы данный уровень устоял да не считал этих всех важных пробоев то есть она может улететь временно на доллар 20 они же там какой-то по-моему анонсы сделали да какое какого-то события кстати вот опять надо записывать такие вещи они сделали анонс какого-то события такого пока скрытая информация о чем будет это самое событие но возможно это кстати может послужить неким триггером для роста так что такая вероятность не исключается ума гау дальше к луну да и потом еще монетки пишите монетки будем рассматривать на почему черный экран стал так сейчас полу не цена на все вернулась уже изображение сумма и полу не цена отскочил от уровня 75 ручном от уровня 75 то есть как как по заказу да скажем так и легко преодолела затем 85 тоже был достаточно такой важный уровень сейчас извиняюсь я чихну нет не чихнул что-то другое сделал но вы этого не слышали выключил микрофон 85 преодолели уровень до важный тоже и сейчас цена пытается дотянуться до уровня 100 по факту пробоя которого по факту пробой данного уровня да то есть цена пойдет обновление максимум то есть этот уровень по сути является таким пока ограничителем которые не пускают луну на обновление столического максимума вот поэтому но есть вероятность что тоже опять таки будет тест данного уровня небольшая коррекция в район 95 92 долларов и только через новый разгон цена пойдет на пробой 100 долларов то есть сразу как мне кажется преодолеть данного уровня не получится вот но пока основные зоны ликвидности как бы такие ярко выражена да то есть от них происходят какие-то ключевые движения то есть попытка пробуру не 75 с коррекцией с последующим откупом динамичным да то же самое в районе 85 долларов да то здесь какие-то происходят противостояние покупателя продавцов далее уровень соответственно 100 долларов тут через двойную вершину произошло падение да то есть опять уровнем 85 так далее то есть ключевые уровни известно да они хорошо выделяются и по сути ждем когда у нас может пробить уровень 100 долларов чтобы пойти на обновление максимум от лично что у нас еще тут пишут много монеточек давайте посмотрим мир здесь тоже да все достаточно так прозаично до произошел отбой от 17 долларов пробить его не смогли чтобы пойти на тест 20 долларов да это же обновление максимум поэтому сейчас есть вероятность что цена может скорректироваться в район 15-14 долларов и также через новый разгон пойти уже на ретест уровня 17 долларов да и на его пробой то есть но неоднократные попытки здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 попыток 10 наверное было точно до четырехчасовой таймфрейм если там переключиться с какой-нибудь там 30 минут тут наверно этих попыток пробоя было гораздо больше но то что данный уровень не пускает да то есть продавцы отбивают цену вниз ну наверно говорит о том что пока мотик мир не готов пробить этот уровень поэтому возможно потребуется новый разгон распродажа да то есть ликвидации каких-то позиций только после нового разгона 14 появятся какие-то новые объемные закупки которые помогут миру вырасти в 17 долларов рмрк все открыл он когда-то смотрели да было дело до хорошо лежит да да хорошо лежит и хорошо лежит в диапазоне где-то поддержка была на 11 но получается чуть повыше она стала в диапазоне от 12 до 20 долларов то есть распродажи останавливаются в районе 12 долларов уже неоднократно достаточно давно по мы не смотрели смотрелись в прошлом году рмрк вот и соответственно попытки вырасти выше 20 долларов тоже заканчивается неудачами поэтому какое-то время я думаю что будет данный токен оставаться в этом диапазоне 12 до 20 ну возможно если появятся какие-то позитивные новости то есть внутри самого проекта да то есть некий фундамент то есть вероятность выхода выше 20 в диапазон 20-30 но пока с учетом того как происходит торги уже в течение практически полугода вот именно с точки зрения спекулятивной до какой-то ситуации сложно сказать что есть какие-то объемы способны вытянуть токен выше 20 долларов то есть должен быть какой-то для этого триггер обязательно джеймте главное чтобы не ниже до потяну без триггера да то есть это кстати тоже возможно почему потому что когда как таковых там торгов не происходит да цена тоже снижается вот нам джеймте и джейст надо будет посмотреть а то я тут хожу очень активно мне проходит по 12-13 этих джейстов прилетает надо чтобы он стоил десятку но пока он стоит трешку брешь кстати он достаточно легко пробил на хороших объемах но в районе где-то 375 380 его пока тормозной возможно тоже кстати связано с тем что на рынке в целом как бы происходит такая вот маленькая маленькая коррекция до после последнего роста поэтому возможности что сейчас именно 3 долларов потому что это важный уровень который ранее не пустил уже цену вверх то есть возможно именно он отобьет цену и она пойдет на новый разгон в район 4 5 долларов и так далее то есть ну здесь потенциал однозначно есть потому что ну даже без учета того насколько сейчас популярен на этот проект есть именно большие объемы покупок то есть вот 28 марта да здесь от 80 центов сама очень динамичная очень сильно взлетела в район 220 то есть на высоких объемах потом также после небольшой небольшого отката 1 85 на 3 доллара да и опять-таки последние последний откуп от 18 апреля тоже произошел именно на высоких объемах на хорошем импульсе поэтому я думаю что после небольшого разгонщика опять-таки цена пойдет еще выше то есть однозначно обновление максимуму скоро нужно будет ждать как и что и что еще и пока на джесты джент и джесты мы смотрели да это джентль джи эст-эст-эст-эст-экторый токин пилит нормально как туда он здесь тоже потихонечку есть скажем так предпосылки к тому что сейчас тоже цена пойдет на тест уровне 5 долларов пока вот заперто все в таком диапазоне узком да но ты грандиозных распродаж нету то есть есть некая такая некая такой противостояние да то есть цена на объемах растет потом видимо продают фикс фиксит прибыль может быть там кто-то от токенов избавляется то есть то нет такого что прям по проекту какая-то беда да и там давайте будем топить токен этого нет есть какая-то фиксация да и есть следующие объемные покупки поэтому я думаю что цена сейчас даже возможно через опять-таки снижение в районе 425 пойдет на 5 долларов либо пойдет на 5 долларов сразу то есть в любом случае в ближайшее время тоже здесь может состояться пробой эти долларов и рост все буду по 50 долларов за прогулку зарабатывать и серьезно да это круто однозначно двигаемся дальше что у нас еще давайте астар посмотрим нига фолловар нига фолловар пишет астар посмотреть так эту монетку мы первый раз смотрим да здесь сразу уровень поддержки мощный где-то в районе 20 21 с половиной ну давайте возьмем за основу 21 цент потому что именно от него какие-то откупы происходят да то есть судить по графику так последний свеча кстати тоже интересно я думаю что сейчас потихонечку пойдет на тест уровня но 28 центов пока информации тоже не особо много но я смотрю по ключевым зонам откуда именно таких отметок начинается ли покупки либо продажи до ближайшая цель 28 будет с данной зоны я думаю что велика вероятность с большей долей вероятности это 75 на 25 процентов до то что данный уровень преодолеет и цена пойдет выше не видно каких-то тоже грандиозных распродаж есть объема покупок есть фиксации прибыли небольшие коррекции но распродаж объемных нету поэтому соответственно сейчас если не по проекту все хорошо и на крипто рынке все относительно спокойно будет цена преодолеет 28 центов пойдет хуже а давай еще посмотрим а колу так куда опять отдел вот она около доллар 60 отбилась спустилась ниже сейчас это боковике может поторговаться не исключаю вероятность что может снизиться вот этот вот динамика не нравится очень сильно конкретном случае да то есть ценовые максимумы не обновляются вот в этом краткосрочном тут скажем так периоде роста да то есть вот здесь нет периода роста периода коррекции здесь нет обновления максимум это смущает и соответственно цена может то есть иметь такие шансы опуститься в район доллар 20 и потом уже отсюда начать новый разгон то есть как было здесь приблизительно до этого роста в район доллара 90 даже тяжком получилось вот поэтому если сейчас ситуация не изменится то есть если не состоится пробой доллар 60 цена пойдет на доллар 20 если доллар 60 все-таки пробьют есть вероятность ну то есть перелом нисходящую динамику есть вероятность того что цена пойдет на тест доллар 90 ну то есть резюмирую да то есть либо доллар 20 последующие с последующим отскоком и тестом доллар 60 либо сразу пробует доллар 60 и уже тестом уровне доллар 90 огонь это отлично предлагаю все посмотрите накидывает еще всякие очень непонятные но он им я нет предлагаю финале за на целом мы 30 минут от бомбили все что основное по рынку мы прошлись и оставим давайте что то еще на следующей неделе и завтра мы с максом сами по вангуем в пятницу тебя микрофон отключились у меня да да макс тебя микрофон у тебя отключен что он отключил я его не отключал кстати да я предлагаю сейчас финалить как бы запись все всем спасибо кто смотрел ставьте лайки в делитесь со своими друзьями пишите комментарии под этим видео мы с удовольствием на них ответим пока пока удачи